Приветствую вас! Я хотел бы поддержать своего коллегу и сказать, что, во-первых, полностью не согласен с его ответом, во-вторых, смотрите, вы пишите, что у меня никогда не хватает сил первой броски парня. Ну, если не хватает сил бросить парня, то, наверное, вас только удерживало. И, как правило, удерживает страх. Страх быть одной, например. Страх, что бросит. Страх остаться без любви, например. Ну, тоже как вариант такой, может быть. Вот. То есть, вот, ситуация здесь такая, что нужно все-таки понять, куда уходят силы. Именно. Ну, почему их нет? На то, чтобы расстаться. Сам насчет чего-то хотите. Сам насчет чего-то желаете вы. Что-то вам важно в этих отношениях. Вот. И, соответственно, именно это вы теряете. И потеря этого настолько сильно вас страшит, что вы не можете расстаться с мужчиной. Вот. Вид, может быть, не уверен в себе. Например, вы не уверены в том, что, ну, в том, что правильно поступаете, например, ну, бросая, да, его, или думаете, что неправильно делаете, разрывая отношения. Ну, по каким-либо причинам. Вот. Значит, что здесь нужно сказать? Ну, во-первых, значит, самооценка, нитка, из-за которой вы сталкиваетесь с проблемами, ну, вот, которая у вас есть сейчас. Нитка самооценка, в принципе, поднимается. Да? То есть ее можно поднять. Нитку самооценку можно поднять. Это работа над собой, это работа по принятию себя, это работа по определению того, почему вы не принимаете себя. То есть в целом это реально. В целом. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Вы выбираете себе мужчин таких, которые наглые, которые, видимо, обижают вас, да, которые, ну, получают то, чего вы хотите, то, чего они хотят. Вот. Я полагаю, что это достаточно серьезная проблема. То есть почему вы выбираете себе таких мужчин? Из-за чего вы выбираете себе таких мужчин? Вы говорите, что я хочу научиться нарвать отношения. Ну, хорошо. Вы научитесь рвать отношения. Но, как вам сказал мой коллега, это вам может ничего не дать. Потому что мужчины-то все равно будут встречаться одного типа. И возникает вопрос. Почему вы хотите научиться отношения рвать, а не правильно их строить? Отсюда вникать ответ. Может быть, может быть. Все дело в том, что вас больше интересует перспектива доказать кому-либо что-либо. Именно доказать вы хотите. Ну, кому-то что-то. И вот с тем, что вы хотите кому-то доказать, на мой взгляд, нужно работать. Это именно работа с мотивами. То есть строить отношения, это совсем не то же самое, что их рвать, грубо говоря. Потому что речь идет совсем от руку. Строить отношения, это значит выбирать себе партнера, который вам подходит. Это значит работать с личными границами. Это значит иметь обровец, идеал мужского поведения для себя. Понимать, для чего вам мужчина, зачем он нужен и так далее. Вот это строить отношения. И, конечно же, конечно же, необходимость, чтобы вы любили себя. поскольку, 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 ага, поскольку вы пишите, что вы не гордые и что вы, ну, не можете себя защищать. Я полагаю, что и с любовью к себе у вас проблемы. А если проблемы с любовью к себе, то, соответственно, и с принятием себя тоже есть проблемы. А если есть проблемы с принятием себя, то вы и другого человека принять не сможете, ну, никак. Потому что вы себя не принимаете. И, соответственно, выстроить здоровые отношения не сможете тоже. Вот. Поэтому, на мой взгляд, тут вот такая история. Верка говорит о том, чтобы ответить на ваш вопрос прямо, как научиться. То, опять же, одним ответом на ваш вопрос ответить нельзя. Ну, потому что нужно понять всю вашу ситуацию. И, за чего вы не можете отказать мужчинам, за чего вы не можете сами порвать отношения. Какие желания стимулируют вас пытаться сохранить эти отношения. Вот. Это важно. С другой стороны, если вы четко для себя обозначите, какие вещи вы никогда не будете терпеть в свой адрес, с какими вещами вы никогда не будете терпеть в свой адрес, что ситуация станет для вас гораздо лучше. По крайней мере, вы будете четко знать, что любописимо для вас в контексте взаимодействия с другим человеком. А что нет. Вот. Мне кажется, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.